Мы сегодня находимся в Кагульском районе, я давно здесь не был, действительно такая красота, очень интересный, красивый район. Весь засажен виноградниками, здесь на юге одни из самых лучших виноградников в Молдове, которые выращиваются. И было у нас три или четыре встречи в бригадах, которые собирают виноград, сейчас технические сорта, каберне, некоторые столовые сорта. Это очень тяжелая работа и, к сожалению, это единственная работа, которая есть у многих крестьян в этих местах. Это временная работа. Вот они сейчас поработают, две-три недели, закончится сбор урожая и все, они приходят домой и у них уже до весны нет никакой работы. Они будут думать, как на вот эти заработанные пару тысяч леев прожить всю зиму, платить коммунальные услуги. Это люди говорят, это не мои слова, я буквально повторяю то, что они говорят. Говорили с лидерами, говорили с владельцами этих виноградников. Конечно, они предпринимают просто какие-то титанические усилия, чтобы все это работало, чтобы этот весь бизнес функционировал. Государство не оказывает никакой помощи им, никаких субсидий, все за свой счет, рентабельность невысокая. Тем более в этом году, как нам рассказали, урожай не очень высокий, хотя виноград качественный. Но пожелание у всех все-таки получить помощь от государства. Это могут быть и какие-то субсидии, и прежде всего рынки сбыта. Раньше, конечно, наше вино массово шло на восточные рынки, в Российскую Федерацию. Сейчас, после длительных разных видов эмбарго, запретов, какие-то окна открываются. Но все равно массового экспорта нашей винодельской продукции в Россию, просто нет этого экспорта. Виноделы говорят, что они не могут конкурировать с западными, с европейскими виноделами. Сейчас уже в Молдове во многих магазинах продается вино из Франции, Италии, Испании, Чили, Южной Африки, Новой Зеландии, Австралии. И примерно по такой же цене, как наши местные вины, у нас же здесь на месте. То есть они привозят свою продукцию и продают по такой же цене, как наша местная произведенная. Они могут это делать, потому что получают помощь от государства, получают какие-то субвенции. У нас ничего этого нет. И конкурировать нашим производителям в таких условиях очень тяжело. У всех одна вот эта просьба государству. Помогите, пожалуйста, нам вырастить этот урожай, переработать и продать. В условиях, когда внутренний рынок переполнен винами иностранного производства, чем это чревато для местного производителя? Это чревато сокращением производства. Это может привести к закрытию многих предприятий. Как это уже случилось, допустим, в консервной отрасли. Даже вот куда не едем, все жалуются, что вот здесь был консервный завод, он закрылся. Здесь было еще какое-то предприятие по производству продуктов питания, оно закрылось. Нынешние власти, они умалчивают об этом. Но на самом деле очень многие предприятия даже в наши дни закрываются. Вот мы были в Унгенах, там консервный завод закрывается. То же самое может случиться и с нашими виноделами. Они получили несколько ударов в 2005-2007, вот эти эмбарго со стороны России. Сейчас вот эта свободная торговля с ЕС, беспошлиная, когда все могут сюда завозить свою продукцию беспошлино, это очень жесткое давление на наших производителей. Спасибо. Спасибо.